Исторический памятник национального значения открыт в нашем городе. Не поставлен, а именно открыт. Потому что находится он под землей. Фонд изучения и сохранения наследия Одессы, память, создал уникальный музей в старейшей части катакомб. Место, где расположена старейшая из одоруженных одесских каменоломен, или, как привыкли говорить у нас, катакомба, удивит многих. Двор дома номер 7 по улице Бунина далек от крупнейших массивов подземных выработок. Теперь рассказ о рождении Одессы можно начинать тут. Общая протяженность первоначальных ходов невелика. 96 метров. Глубина до 10. Об их существовании исследователи знали еще полвека назад. Но лишь сейчас собралась группа специалистов. Историки, геологи, географы разных направлений, способные создать музей. Все люди, любящие Одессу, это и археологи, это и реконструкторы, это и люди, которые занимаются в других областях. Тем не менее, чем сильная команда, тем, что люди все разносторонние, все друг друга поддерживают. И как единый компонент мы достигаем вот такие достаточно тяжелые проекты. Хозяином земельного участка был князь Александр Контакузин. Кадрово-военный, участник движения за освобождение Греции от турецкого владычества в первой половине 19 века. На данный момент это самая старая из известных в Одессе каменоломен. Она отрабатывалась в 1812 году. Еще и Одесса-то была никакая. То есть, вот то, что мы всегда говорим в популярных лекциях, все, что место, вот откуда, как рождалась Одесса камень. Вот это вот и есть вот эта выработка. Князь Контакузин пишет прошение в 1814 году. Прошу прорезать мне еще один участок к моему участку, так как на моем участке заготовлены строительные материалы. Ну, вы понимаете, строительный материал наверняка был камень, добытый отсюда. Одна из главных задач в любом исследовании – установление точной датировки возникновения объекта. Это во многом определяет его место в истории, а следовательно, научную ценность. Когда сопоставили с местонахождением этой выработки в городской черте, где резать уже давным-давно нельзя камень, и когда подняли вот эти документы по стройматериалам и так далее, вот тогда только был сделан вывод, что это таки, да, древнейшая катакомба. В экспозиции в шесть залов первый посвящен истории и технологии шахтного дела, добычи камня-ракушечника, из которого была построена почти вся старая Одесса. Сегодня протяженность известных исследователям каменоломен в черте города составляет примерно 900 километров. Два века назад добыча ракушечника начиналась с таких вот разработок. Все делалось вручную. В отличие от историка и исследователя, музейщик должен не только изучить собранный материал, но и попытаться воссоздать то, что романтики называют духом эпохи. Здесь мы сделали условно похожую экспозицию. Это тарелки и какие-то предметы быта, рюмки старинные, сам князь Контакозин, история новиков, и те немножко артефактов, цены, которые мы нашли здесь, в переречистке с тех самых зданий, которые когда-то здесь стояли. Еще четыре зала рассказывают о кирпичном производстве и печном деле с изготовлением каминов и цветных изразцов, о строительстве Воронцовского дворца, разных этапах разработки каменоломен и связанных с ними исторических событиях. Музей на улице Бунина – второй подземный объект, где усилиями энтузиастов, историков и геологов создана музейная экспозиция. Первый действует на Молдаванке. В планах фонда память открыт экспозицию в подземном ходе под Воронцовским дворцом. Александр Виноградов, Андрей Терешенко, телекомпания КРУ.